Окей, очень хорошо. Мы хотели бы сконцентрироваться на том, как правильно воспринимать документацию, как правильно заниматься профилактикой этих споров, чтобы не доводить до спорной ситуации, не потому что быстро договариваться, а как правильно отрабатывать концепцию, чтобы все было понятно с самого начала, к чему там все оклонится. Потому что у нас есть некоторые вещи, которые являются, в общем-то, misleading, такое слово английское есть на русском, немножко вводящими, так сказать, недопонимания, потому что написано вроде бы прямолинейно, что должно быть такое-то действие, оказывается, что действие должно быть, ну там еще настолько много условий, что сама концепция заверений, по моему личному опыту, она работает намного хуже, чем если читать каждое слово по отдельности, интерпретировать, как оно должно быть интерпретировано. Поэтому идея с этой конференции, она называется «Состояние поглощения вице-фертолета», это такая общая идея. Спикерами у нас сегодня являются Андрей Донцов, Константин Кроль, Александр Димут, Евгений Рощевский. Наш спикер Дмитрий Донов заболел, лежит дома температуре, поэтому мы всем пожелали скорейшего выздоровления, и давайте все тоже ему пожелаем. Так что Дмитрий, он такой активный член нашего МНА-сообщества, его многие знают, и он знает там очень многих. Вот, наверное, из того, что хотелось бы поговорить из общего. Все у нас, соответственно, из спикеров у нас, соответственно, я, Андрей Донцов, партнер Уотенки, занимаюсь следующими поглощениями всю свою сознательную профессиональную жизнь. Константин Кроль, партнер Уотенки, тоже самое с СГЭ-поглощениями, насколько я его помню, столько он и занимается. Очень важно отметить, что мы являемся активными участниками и проводниками знаний в мире МНА, и Константин и я, мы читаем лекции студентам очень давно. Александр Демут, это управляющий директор из компании Альварес, его сегодня роль будет, значит, Александр у нас не юрист, и его роль, он, это человек, который пишет заключение для арбитров в случае споров из МНА. Александр, если я правильно говорю, я правильно говорю. Александр пишет заключение о том, как рассчитывать убытки для споров и слияния поглощений. И это, наверное, та вещь, которую нам, ну вот мне лично было бы очень интересно услышать, потому что, ну, все говорят, убытки, 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 а потом начинается вопрос, а как эти убытки можно считать, потому что мы-то даем надежду и себе, и здоровому внутреннему клиенту, и внешнему, что вот убытки будут все взысканы, а оказывается, что их взыскать намного сложнее, и там есть очень много добросовестных или нет, заблуждений. И Евгений Рощевский, это судебный юрист, Евгений, вы разделяете себя между arbitration или litigation, или у вас все вместе? Практика разрешения споров. Все вместе, наверное, в различных стадиях карьеры в разной пропорции. Да, ну, отлично. Вот, соответственно, вот такая у нас получается панель. Давайте тогда начинать. У нас первая часть нашей дискуссии – выход из сделки, выход из сделки. И каковы последствия, как считать убытки и какие стриггеры для выхода? Константин, сцена тебе. Андрей, спасибо большое за представление. Коллеги, доброе утро. Всех приветствую. Очень рад всех видеть, слышать виртуально. Ну, первое, скажу просто в продолжение того, что сказал Андрей, что если транзакционные юристы смотрят на сделку M&A как венец – это сделать сделку, чтобы сделка произошла, то коллеги, которые занимаются спорами, они как бы тестируют ту юридическую документацию, которую транзакционные юристы написали. И тогда наступает момент истины и выясняется, работают реально эти конструкции или нет. Поэтому тема нашей дискуссии, она как бы на стыке вот этих двух сообщающихся дисциплин. И начну я с того, что раньше я думал, наверное, первые лет 12 своей карьеры, что главное – это сделку подписать. И когда сделка подписана, то дальше закрытие сделки, исполнение – это дело техники. И об этом сильно не беспокоился. Но потом, следующие 12 лет моей карьеры, последние годы, выяснилось, и эмпирический опыт показал, что достаточно часто и после даже подписания сделки разваливаются и не происходят. С чем это, собственно, связано? На мой взгляд, это объяснение – это волатильность рынка, как глобальных рынков, так прежде всего и нашего российского рынка. И это возникновение рисков. Соответственно, риски могут быть как внутренние, которые, скажем, связаны непосредственно с приобретаемым активом. Покупатель производит переоценку перспектив или выясняется, что существуют какие-то проблемы, о которых раньше, скажем, покупатель не подозревал или по-другому оценивал их перспективы. И могут быть внешние факторы. Мы все узнали термин «черный лебедь», что что-то происходит. Это может быть и валютный риск, это может быть удорожание кредитных средств, на которые полагался покупатель. Это могут быть вот новые факторы последние годы, это могут быть санкции. То есть может быть очень много факторов, из-за которых у стороны сделки может возникнуть необходимость выйти. Выйти из сделки. И здесь дальше, на мой взгляд, вот ключевой реперной точкой во всем этом это является момент закрытия, closing, закрытия сделки. И дальше, в зависимости от этого, возможны развилки. Скажем, три основных сценария. Это когда договор подписан, но до закрытия есть необходимость расторгнуть. Второй вариант – это если уже сделка закрыта, исполнение произошло, но есть основания для разворота сделки, чтобы как-то это дело все вернуть обратно. И вариант на стыке – это если формально юридические основания к закрытию выполнены, но исполнения не происходит. То есть сторона нарушает свои обязательства по закрытию сделки. И что происходит в этот момент. То есть вообще по общему правилу надо сказать, что в английском праве, что в российском праве односторонний отказ от сделки, он не допускается, если только основания для этого не предусмотрены в договоре. И здесь, кстати, интересно. Вообще принято считать у нас, что договор по английскому праву, он как бы железобетонный, и если все условия к сделке выполнены, то дальше ее расторгнуть нельзя. Но тут не надо забывать, что в английском праве в силу закона есть такая концепция фрустрации договора в силу его тщетности. Но тут это похоже на нашу концепцию существенных изменений обстоятельств в нашем гражданском кодексе, когда, в принципе, если сделку исполнить невозможно в силу объективных причин, о которых стороны не знали, когда они заключали сделку, то это может быть основанием для расторжения сделки и возвращения сторон в исходное состояние, реституция. Хотя английские суды неохотно на это идут, стараются договор исполнить. Второй момент интересный, о котором тоже у нас иногда забывают, что в английском праве в силу закона нет понятия force majeure или act of god, влияние непреодолимой силы. Это не значит, что стороны в договоре не могут предусмотреть эти положения. В договорном правовом порядке, пожалуйста, можно предусмотреть, и суды исполняют. Но если стороны не озаботились этим вопросом в договоре, то автоматически в силу закона этого нет. Тогда как в российском праве у нас мы можем полагаться на гражданский кодекс. Дальше есть в договорах юристы используют такой инструмент, механизм. Андрей, если можно, может быть стоит слайд перевернуть. Спасибо большое. Юристы используют такой инструмент, понятие, как вы видите на экране, Material Adverse Change, существенно негативное изменение. То есть это обычно покупатель, это в интересах покупателя вести такой инструмент в договор, он говорит, что, как правило, это на стадии между подписанием и закрытием, если происходит такое существенное негативное изменение, что это дает право покупателю отказаться от совершения сделки. Естественно, с точки зрения продавца это не самая комфортная история, и продавец, если он на это соглашается, то очень важно определить критерии существенности, что является этим триггером. Наконец, я сознательно, коллеги, не касаюсь сейчас вопросов нарушения заверения гарантии, об этом разговор пойдет позднее, и Андрей покроет эту тему. Мы сейчас говорим именно о нарушении страны напрямую по исполнению договора. И, значит, здесь можно, я уже говорил о отлагательных условиях, да, то есть до закрытия, если не происходит исполнение отлагательного условия, да, что происходит, и повторюсь, если закрытие не происходит в силу того, что страна уклоняется, условие выполнено, а страна уклоняется от закрытия, и дальше, если закрытие произошло, но есть ли основания в силу закона или договора развернуть сделку. Вообще, надо сказать, что когда уже сделка произошла, ее технически достаточно сложно развернуть, даже если стороны об этом договорились в договоре в исключительных случаях, поскольку возникает вопрос возвращения в исходное состояние, то есть насколько, в каком состоянии находится актив, то есть находится ли там весь тот value, который там был изначально. Это существенный вопрос. И затем, помимо того, что реституция, возвращение в исходное состояние, дальше ответственные стороны в виде санкций. Как мы все знаем, это разные варианты штрафных санкций, то есть если в российском праве это пение неустойки, то в английском праве мы говорим о break-up fee, penalty, liquidated damages, просто damages. но вообще это, коллеги, очень тонкая материя, потому что штрафные санкции, будь то в российском праве, будь то в английском праве, есть всегда риск, что суд может уменьшить эти штрафные санкции, исходя из собственной дискреции, если посчитает, что эта ответственность непропорциональна. потому что исходит из того, что у страны не должно быть недобросовестного обогащения в результате вот этой ответственности, да, то есть это должно быть справедливо. И такой достаточно спорный механизм, например, как liquidated damages, да, то есть это когда как бы заранее стороны договора, предоценка убытков возможных, то здесь надо понимать, что эта сумма, она не может быть произвольна, то есть стороны должны показать некий расчет, как они к ней пришли, а не просто, что 50% мы считаем, что вот это будет справедливо. То есть если непонятно, как они пришли к этому проценту, то большая вероятность, что суд это уменьшит. И здесь более эффективно возможно использование механизма, если в английском праве так называемого covenant to pay, то есть это просто обязательство платить некую сумму, не как штраф, а просто как абсолютно независимое стендалон обязательство по плате как бы сродни indemnity. У нас теперь в российском праве есть понятие возмещения потерь, которое в принципе казалось бы максимально приближено к indemnity, но тут есть такой тонкий момент, что КК говорит, что возмещение потерь это не привязано к нарушению обязательств по договору стороны, да, поэтому прописывать именно как, что если сторона нарушила договор, что она компенсирует через механизм возмещения потерь, это достаточно еще спорный вопрос, насколько это корректно использовать именно этот механизм гражданского кодекса в этой части, и правоприменительная практика, она еще только формируется в этой части. Андрей, если можно, следующий слайд, пожалуйста. Да, вот здесь вы можете видеть, коллеги, что основные принципы, на которых должна строиться вообще ответственность за нарушение договора, то есть первый базовый основополагающий принцип, это то, что страна должна быть поставлена в то же положение, как если бы нарушение не существовало, да, и это зеркально работает как в сторону покупателя, так и в сторону продавца, но помимо этого есть еще такие элементы важные, как первое это расходы, включая орг расходы, расходы на консультантов, и более тонкая материя, это упущенная возможность заключить другую сделку и тире упущенная выгода, да, то есть насколько это здесь применимо в обе стороны, вообще в моей практике обычно стороны в договоре пытаются исключить упущенную выгоду и ограничить ответственность только непосредственными убытками, и я думаю вот как вводная часть это то, с чего я хотел начать, и дальше Александр продолжит детальным объяснением о как собственно убытки считаются на практике и что надо учитывать, что понять из чего они складываются, но единственное, да, я очень коротко коллеге сейчас передать слово Александру, хотел еще сказать о том, что очень важно помнить, что когда мы говорим об ответственности стороны, то есть на практике стороны сделки должны помнить, а кто собственно сторона, то есть это сторона, у которой есть, скажем, существенные активы, или то, что называется substance, какой ее кредитный риск, или это компания специального назначения SPV, может быть, продавец, подчас покупатель, у которой активов-то нет, и тогда вопрос, как она будет отвечать по своим обязательствам по сделке, и тогда ставится вопрос иногда и escrow или аккредитива, насколько деньги там резервируются, это все очень существенный вопрос, потому что если об этом не подумать, то отсутствие вот этой грамотной оценки риска может полностью нивелировать договорно-правовую защиту и защиту в силу закона, если облигора, если должник не обладает необходимыми активами, то вся эта защита она просто превращается в некую юридическую фикцию. Коллеги, вот на этом я хотел бы закончить вступление и передаю слово Александру. Большое спасибо. I think there may be a question I saw that was a hand risen. Do you want to interrupt for the question now, Андрей? Yeah, let me check. Okay, yes, I can see. Irina, you're on. Irina, вы поднимали руку? Вы на mute, если что. Okay, probably just Александр was probably just mistake. Yeah, let's go. Okay, so first and foremost, thank you for asking me to join your panel today and to everybody, please excuse my lack of Russian language. I will have to speak to you in English and thank you already for the interpreter to giving your best efforts to try to make sense of my English language in Russian. My role and my play in post-Dominate disputes is the determination of damages. I'm doing this for more than a decade now and before that I was advising in transactions for more than a decade. So Konstantin and I share a little resemblance in our career to have done transactions first and then kind of moved on post-closing and into the arbitration and litigation of M&A deals. Today the first topic is the estimate of damages when the deal does not close. So either buyer or seller does not comply with its obligation to close the deal and the immediate response is and that is actually something that we see most of the time is that the party walking away from the deal needs to compensate the other side for all the costs and expenses it incurred for the transaction or as it is sometimes referred to the frustrated costs and expenses. So in anticipation of the transaction a legal due diligence, financial due diligence, any other types of due diligence and external costs that have been incurred just to pursue the transaction would typically fall under the cost and expenses reimbursement claim. This may include travel costs, hotel costs if you have a team that does side visits everything else it will also never include and that's an important distinction it will never include so-called internal costs so all the costs that your company would have to bear anyways with or without the transaction and that primarily relates to all the employee costs. So all the people that work on the M&A deal that you pay anyways cannot be reimbursed under these costs and expenses claims. While this is strictly straightforward it does not really compensate the buyer or seller for the loss of opportunity because in a reasonable transaction the buyer would pay more than the seller thinks the business is worth under his own ruling and the seller would demand a price that is higher than what he thinks he can generate from the business himself. So assuming it is not a strategic sale in the sense of getting rid of a certain business or company but it is a deal that has this common sense of a transaction then both parties depending on buyer or seller walking away from the transaction lose an opportunity and the loss of opportunities is something that is very difficult to calculate and even more difficult to prove. So this is an important element you all want and want to bear in mind loss of opportunity to be proven requires contemporaneous evidence. You can't make up the opportunity only after the transaction failed to close. So already here please bear in mind if you ever want to think about pursuing a loss of opportunity you will have to have documents ready that show what you thought of the opportunity at the time prior to closing or actually not closing the deal. Now if we first look at the buyer walking away from the deal what is the seller's damages? Well generally speaking he still has the asset so is there any loss? And the presumption is yes there is because the buyer was willing to sell the asset and that would generally be only at a price that he thinks is beneficial and preferential over retaining the asset. So the buyer may think if I continue to use the asset it has a value of 100 but somebody offers a price of 125 and therefore I'm willing to sell the asset. It's an economically reasoned decision. However if the seller still retains the asset then he will have to prove what that value or loss in value is. So he will have to compare the purchase price that was agreed in the contract with what he thinks and potentially can prove the asset's value is in his own under his own control and that necessarily needs to be a subjective valuation. So it will include the assumptions and the plans of the seller to continue the business and often the seller doesn't have any plans to continue the business because he wanted and actually signed a deal to sell the asset. So here's an element of subjective valuation that is up for dispute and it is a typical business valuation dispute. The seller will find arguments why under his ownership the value of the asset is significantly lower than the agreed sales price and the buyer will try to make an argument why under the ownership also of the seller there is ample opportunities that the seller could pursue to actually achieve a value retaining the asset that is comparable to the price paid. And that's the field of discussions that you enter into if the seller retains the asset. And to be very open with you, I have not seen a seller succeeding in claiming the amount of damages that he thought he could claim while still retaining the asset. There's always going to be some discussion and the tribunals and judges would typically award, if they do award any damages, they would typically award only a fraction of what the seller thinks the loss in opportunity is. So that leads us to an alternative approach that is much better able to establish the amount of damages and that is actually the sale of the asset. So the first opportunity failed, the buyer walks away and the seller does and continues what he thinks needs to be done, he sells the asset. and he sells this to the market. Very often he would just approach the second highest bidder if the transaction fails to close and then there's only a reasonable time elapsed, the second bidder may still be interested and then the damages is easily calculated as the price that the seller received in comparison to the price that he would have received in the first transaction. Now sometimes you see and hear about fire sales. The fire sale essentially means you're selling the asset at the amount offered irrespective of whether or not it's a reasonable or fair compensation for the value of the asset. And the question that arises in this regard is the seller's duty to mitigate. So can the seller actually sell the asset at any price and still claim back the damages? And while reason would say this is impossible and should not be possible, I have to tell you that I have been engaged in an arbitration that kind of taught me the opposite. So let me quickly introduce this arbitration and this case to you and hope you take away the lessons and learn from it to avoid these kind of situations. In that situation, a seller was offering a manufacturing company and the sales price at Reed and the sales contract was 250 million. The buyer feared that the current economic environment had impeded the value, lowered the value of the asset and asked for contemporaneous evidence like monthly reportings, contracts signed, et cetera. But the seller failed under no obligation to provide this information once the contract was signed and therefore did not provide this information. ultimately the buyer literally stepped out of the room, went to the airport and flew home without signing and closing the deal. The arbitration commenced and in the meantime the seller had sold the asset and it was claiming the difference between the purchase price agreed that was 250 million and the price that he sold the asset for, which was 50 million. So damages of 200 million. In this scenario, the company that was sold actually had liquid assets, cash and cash equivalents of 30 million and nonetheless the company was sold for only 50 million. So effectively the price paid or received was only 20 million. One may argue that this is not a fair compensation for selling an asset that initially was thought to be sold for 250 million. And that was the argument made by the buyer that walked away from the deal. He said, this is a fire sale. You could have incurred a significantly higher price if you had done a proper sales process. And therefore, I'm not going to pay the 200 million, but whatever is a reasonable value attributable to the company. However, the tribunal found that because the seller had used reputable companies for both legal tax and financial advice, and they had offered the asset in the market to at least two different potential buyers in the second transaction, the tribunal awarded damages of 200 million. So you can see that even though the price was unreasonably low, the damages awarded were the entire difference. and therefore the lesson learned from a seller's perspective is if you sell an asset and you cannot achieve and obtain a price, and I'm hearing the Russian translation now in parallel. So if you want to sell an asset after the deal didn't close... Alexander, just a second. We have on the channels. If you speak to English channel, the speaker will be speaking in English and the English channel will continue. And if you want to hear the translation, we'll have to switch manually to the Russian channel. I'm on the English channel, but thank you, Andrew. to wrap it up, I think the lesson learned from this extreme example is that if you are the seller in a failed transaction, first thing, you have to document a reasonable effort in your second sale to make sure that you can be compensated for the reduced price that you may receive in the second transaction. And secondly, if you want to retain the asset, which makes it a lot harder to prove damages, you have to make sure that you have available the valuation of the business that you have created for your own purposes prior to the transaction, because that will give your value much more credibility in comparison to values that you only establish after the transaction failed. Now, if we switch sides and we go to the buyer's damage, so the seller walks away from the transaction and the buyer is left with no asset but still has the money, he doesn't lose anything but the opportunity. One may argue that he also has all the costs and expenses to claim, and that obviously is the easier approach, and very often is also agreed in pre- contractual agreements like letters of intent. But there is also an element of damages that goes above and beyond those costs. And that is, again, the opportunity the buyer saw in the transaction, and what we call this is expectation damages. So the buyer was expecting to create value from the transaction that would obviously exceed the value of, or the price that he wanted to pay for for the asset. So importantly, from the buyer's perspective, damages can only exist if under his ownership the value of the company would be higher than the price that he pays for it. Because otherwise it's just going to be an exchange. You have an asset that's worth a hundred, exchanged out with a price of a hundred, you still have a value of a hundred in the company. So that leads us to what kind of elements would increase the value to the buyer after the acquisition above and beyond the purchase price. And that typically refers us to synergies. And here again, we are in the same kind of situation that we are on the seller side with the retained asset. You will have to prove the synergies. And depending on the forum and the law that is applicable, that may be impossible or may be possible. I understand that in the US jurisdiction, there is a better chance of claiming expectation damages. But in any event, everybody knows, at least everybody has seen those studies, explaining that synergies hardly ever realize to the extent that they have been expected prior to the acquisition. So in order to actually obtain damages, you will not only have to show that you've thought about synergies, but you will have to show very detailed analysis, that indicate the type of synergies and calculate the amount of the synergies that you were reasonably expecting. And only then you may be in a position to indeed claim expectation damages from a frustrated transaction as a buyer. interesting, Alexander, I think we can probably wrap up this as follows. If you're on the sell side and the buyer breaches the contract, it's relatively easy for you to establish the damages if you sell the asset. If you don't sell the asset, then it may be more difficult. this is the English landscape dilemma. And Evgeny, from your perspective, if in Russian law, if you were going to court under defending the seller, where the buyer refused to fulfill, to complete, would you still rely on the damages as in the form of the price difference, or you can also rely on abstractor which is calculation of damages by experts? I think you can try to rely on abstract damages, because our civil law is developing towards best practices of the Western M&A system, and they are implemented in packages into our civil code. So you may try to do that, or you may try to ask for specific performance, for example, where if the seller wants to complete, and the buyer wants to use what is called buyer's remorse, trying to escape the sale, which has been seen in vast amount of cases for the last two years due to COVID-19 specifics. Okay, and this is first conclusion, and the second conclusion, if there is a breach by the seller, and you are on the buyer's side, you should be prepared that you will not be able to claim damages. This is a very interesting conclusion. Normally, you would expect that you will be able to claim damages if you're on the buy side, whether on the sell side, but on the buy side, unless you can prove your damages in a form of lost synergies, which is reasonable judge, it's a very difficult concept to absorb, then probably you wouldn't be able to claim much. Just to mention, I agree with you, that's why you should be very prudent in drafting the agreement and taking the liberty of putting into the agreement preliminary name of the expert, for example, who will quantify the damages which both parties should take as a settled amount. Okay, and Alexander, as a matter of curiosity, you always have two expats, an expert for the claimant, an expert for the defendant. On the amount of damages for termination of contract, what would be the biggest difference you've seen between expert valuations, one side and the other side? How different can be? It's going to be It's not 10%. I'm sure it's not 10%. No, so the respondent, so the party that walks away from the transaction will find an expert that says damages is zero or at least it's not quantifiable because claimants failed to establish damage with reasonable certainty. I think the smarter expert will use the letter that will look at the quantification of damages and then find reasons why all is well but it's never certain enough to be awarded as damage because it's just an expectation it's just an opportunity it has not materialized there's so many reasons why it should not materialize in the way and the amount that the other expert has suggested and on the other hand I think establishing from the party's perspective that is left with the deal or wanted to close the deal you'll find reasonable a far more reasonable determination of damages as I said if there isn't a successive sale of the asset it's very straightforward but you can always look into the market and look for comparable companies can look for stock prices of comparable companies can look for comparable transactions to kind of establish what a market perception of the value of the company is and then compare this to the purchase price that was agreed in a contract to support your argument what the value of the company should have been Evgeny I think I saw your fingers raised sorry Andre if I might just to add I agree with both of you that the difference between two sides experts can be vast and I have seen plenty of cases where the judge or arbitrators disregarded completely expert witnesses from both parties because they thought they stepped into the shoes of advocacy which is prohibited so it's an art of the expert and I'm sure it's not about Alexander and his colleagues of course to limit themselves being the true experts but not advocates of the parties and I entirely agree and that's an issue with the profession at some times but what I see in my experience is that judges so if you go to litigation have a much stronger opinion on the reliability of experts and they much more straightforward communicate their expectations and when you fail to comply with those expectations than arbitrary tribunals which will generally not confront the expert with their disbelief but will then disregard the evidence provided when later deciding on the award so there's this kind of mixture difference between the two ways litigation and arbitration litigation the judge will very likely give more guidance and be more explicit about when he believes or disbelieves the expert's opinion and just to summarize between litigation arbitration my perception I've been in court twice that was interesting experience but on between litigation and arbitration the sentiment that I have and the basis of those visits is that arbitration will try to find some middle ground between the claimant and defendant and the judge is more likely to say the defendant is right or the claimant is right and that's you know the sort of arbitration would be seeking sort of win-win ground and the litigation will be seeking sort of win-lose ground is it kind of correct perception or is it still kind of some deviations there no I would agree unless it's a clear-cut case so in arbitrations usually you don't see 100% awarded or 0% awarded it's always going to be something in between but if it's a rather clear-cut case like the example that I made the tribunal awarded 100% of the damages I think in this case unjustified because it wasn't it was more than 100% of the damages because they sold the company for a price far below its actual value and in my opinion the tribunal should have considered this but you're right that usually tribunals will find a middle ground okay I think you also raised your fingers again I just wanted to add that Andre you are right but the biggest damages in M&A disputes which I have seen were in arbitration because arbitrators are very very rational and they think like that if we have an expert report which we can prove which we can trust so why would we we can discount 20% okay 30% by why would we deviate from that while the judges are more often taking into consideration far broader ratios like equity I don't know interest of employers whatever which for arbitrators would make no difference yes also if I may add I think another difference in approach if we compare arbitration versus litigation is that arbitrators in my view they tend to pay more attention to the terms of the contract and that very often prevails over what the legal position is as a matter of applicable law whereas I think with courts there might be tendency in particular with Russian courts maybe less so with English courts to try and re-characterize the commercial relationship between the parties to fit it in prescribed provisions of the civil code and I think that should be underestimated that damage and therefore for arbitration the sophistication of the contract language and that making sure it's bulletproof is quite critical thank you and if I can just add to that in my experience in German courts nowadays there's courts that specialize in M&A and corporate transactions but I've also been involved in litigation that was in front of a judge that had never seen an M&A deal before and you can envision that we spend most of the time actually explaining how calculations of business values actually work and what interest in discounting actually means so in my perception we educated the judge but still her decision was based on a very basic understanding of transactions and that's certainly an advantage if either you have specialized course or you can select arbitrators with the background in transactions okay we officially 50% through the time for the time slot so we can move to the next topic which is which is warranties and I think I'll switch to Russian но у нас есть бытовое понимание когда мы объясняем для себя для людей которые не знают права так глубоко как большинство здесь присутствующих что у нас обещание продавца формулируется как инструментарием из трех элементов по английскому праву это warranties representations and indemnities по российскому праву у нас есть заверения они могут быть существенные несущественные и возмещение потерь у нас очень часто возникает вопрос с точки зрения чисто юридической с точки зрения юридической есть ли вот стопроцентно юридической есть ли разница между заверениями в английском праве и заверениями в российском праве я хочу напомнить что вот опять-таки мне рассказывают я сам точно не знаю что наше положение о заверениях и возмещении потерь была рабочая группа которая была поставлена задача инкорпорировать как можно лучше идеи из английского права в российское право и поэтому у нас вот с точки зрения чисто юридико-доктринальной не очень много различий но может быть можно назвать только то что у нас по заверению можно получить неустойку по нарушению заверений у англичан нельзя и наше возмещение потерь это исключительное действие третьих лиц отношения актива либо чего-то еще не связанное с обязательствами сторон договора по английскому праву indemnity может быть применена также к обязательствам сторон договора нет необходимости мне кажется углубляться в как писать заверения потому что на этом написаны уже и книги и в год считается в этом городе может быть 100 или 200 лекций на тему заверения я бы сказал бы о следующем что у нас вот есть вопрос заверения у нас есть вопрос как мы написали дальше начинается вопрос а что можно по этому поводу взыскать и наверное здесь с моей точки зрения личной вот сама идея заверения она одна из самых таких вот опасных с точки зрения даже не опасных может привести к недопониманию ситуации потому что мы читаем заверения видим что у нас написано одно после этого приходим к продавцам говорим что давайте пожалуйста нам деньги потому что мы видим что у нас нарушено например по отчетности по доходности по доходности зрения не даются по отчетности по каким-то крупным сделкам по залогам а нам говорят ну вы докажите сначала а потом мы будем с вами разговаривать и вот здесь вот я бы не углубляясь в концепцию заверения да и может быть я сразу бы попросил Александра прокомментировать прокомментировать вот прокомментировать сами убытки прежде чем мы пойдем почему нам тяжело доказывать нарушение заверений потому что нужно доказать что заверение первое что заверение было дано второе что оно было нарушено что здесь недостоверное заверение третье что у нас произошло из-за снижения стоимости актива четвертое что это снижение стоимости является существованием и третье и пятое что покупатель выполнил свою duty to mitigate свою обязанность по уменьшению убыток вот когда мы идем вот в эту вот систему доказывания юридическую ну вот судебники говорят что это уже очень сложно доказать поэтому очень очень реально там мы до этого можем не дойти второй вопрос что с точки зрения английского права у нас с точки зрения расчета убытков доктринальное английское право говорит нам что при нарушении warranties при нарушении заверений убыток рассчитывается как рыночная стоимость актива до нарушения и рыночная стоимость актива следствие нарушения на дату закрытия сделки то есть представляете вы у вас судитесь через полтора года вы должны посмотреть на полтора года назад и сказать а почему у вас такая стоимость была нарушение на нарушение что вот здесь очень важно что берется рыночная стоимость актива не берется идеи покупателя в отношении премии которую он бы по сравнению с рынком мог бы уплатить для меня до сих пор сложно понимать интеллектуально я понимаю экономически об этом хотелось бы поговорить поэтому Александр еще раз слово вам спасибо Thank you, André. So, first and foremost, breaches of warranties and representations is by far the hottest issue in post-M&A disputes. This is typically what it evolves around. There's also disputes about closing balance sheets, but breaches of warranties and representations is usually where the damages come in or the calculations and the arbitration of litigations come in. And as an upfront warning, the longer you wait to claim those damages, the harder it is to establish that you have not yourself been the cause of those damages. So, as a matter of fact, many of the cases, or some of the cases at least, we see fail to be successful because they're only claimed before the claim is time barred. And then you have, like André alluded to, you have the difficulty to explain why one and a half years ago, this should have had an impact on the value of the asset. So, the earlier you find those breaches and warranties, the better. That's maybe just an upfront remark. Importantly, and I think André also alluded to that, in this kind of damages calculations, the purchase price is only an indication. What we're talking about is the real value of the asset. However, that is different from the purchase price. It's already a starting point of discussions and disagreements between experts. And then the real value of the asset, considering the breach. And the comparison between the two will usually determine the damages. However, there is a first approach that I always try to establish, if possible, that is a direct assessment of damages. And that usually works for some of those breaches. So if, for instance, you have an undisclosed liability, there is a direct assessment of the damage, and that's the amount of the liability that needs to be paid. There's a cash outflow to compensate and liquidate the liability. And the damages or the difference between the values of the businesses should be the amount of this liability, considering the time value. However, it gets more complicated if you have, for instance, something like a machine that's broken and needs to be replaced, even though there was a warranty that all the equipment is in technically good standards. Then there is a cost to replace, which would be the immediate direct impact that you can easily assess. And that should be the flaw of the calculation. But then there may be other issues like you have to stop production for a certain time to dismantle and install the new machine. And that is more difficult to capture and you may end up in an indirect assessment, comparing the cash flows of the company with an unbroken machine and then the cash flows of the broken machine or the actual cash flows. So the indirect assessment, meaning the comparison of two values, will only reflect the price when you can prove that the price is representative of the true value without the breach. That is most oftentimes done by reference to contemporaneous enterprise and business valuations prior to the deal. So if you have a habit, which I hope you do, to calculate the business value prior to going into the negotiations, just make sure that you update your calculations to match the reprice. Very often what we see is that both buyers and sellers. Very often what we see is that both buyers and sellers have their business valuations and then their management meets and they agree on a price that is different from both sides valuations. And that gives us the exact problem that we're talking about here. The value of the asset is different than the price, depending on the buyers or the sellers perspective. What makes it really difficult to assess these kinds of damages is that you need to understand what the impact of the breach truly is on the cash flow. So even and specifically when we talk about the balance sheet warranty, which is one of the warranties I see most often disputed, it is not as easy as a euro for euro compensation, even though sometimes I wish that the M&A lawyers would include a euro for euro compensation as a result and consequence of the breach of balance sheet warranty. But typically that's not the case, but typically that's not the case and therefore you will have to assess what the real impact on cash is of this breach and standard examples of discussions are the valuation of inventory. Or the question of to what amount or what amount an accrual should be provided for. Now, that's an accounting term, it's an accounting expense, it becomes a cash outflow only if and to the extent the inventory cannot be sold or the accrual actually materializes. So until then, it's just an estimate in accounting terms and since we are concerned with damages, we look into the cash side of things, and this is where the disagreement comes from. It hasn't materialized yet in cash, so why would any damages be awarded on that basis. The next thing that you need to always bear in mind is a breach of a warranty may have various types of impacts from a periodic perspective. It can be a one off adjustment, like the missing liability, there's an unrecorded liability in the company that was acquired, that company or that liability must be settled, it's a one off amount, it doesn't have an impact on the performance of the company, it doesn't have an impact above and beyond the payment of the liability on the business as such, and therefore damages are restricted only to this payment of the liability. Other breaches of warranties may have a temporary effect on the company. For instance, the machinery I was referring to earlier, if it needs to be replaced, then there's costs for replacement, there may be a production stoppage, but ultimately if you do the repair properly, the company will be in a position as if already it had the same machinery and equipment from the very outset. So why there is a periodic loss, it is not a permanent loss. And very often in these situations, the new machine will actually be better than the old machine. And that will be the counter-argument to say, well, you have incurred additional costs, but you also have the benefit of higher efficiency, lower production costs, etc. That needs to be compensated or considered in the damages assessment. And lastly, there's only a few breaches that would qualify as a permanent breach. For instance, if there was falsified customer records. If you don't have the customers that you acquire, then you don't have the business with these customers. And these customers and the business with these customers was never part of the transaction. So if you later then invest into building the customer relationships, it's actually something that the buyer created after the transaction, not something that was existing already at the creation or at the deal. And therefore, these kinds of things actually have a permanent impact on the calculations or on the cash flows resulting from the companies. Now, why is this so important? The importance is, how do you reflect this in the calculation of damages? And the importance also comes to life when you think about that most of the transaction valuations, at least those that I've seen being discussed between the parties, refer to multiples, EBITDA multiples, EBIT multiples, very rarely earnings multiples or income multiples, sometimes even more rarely revenue multiples. But multiples do not work to establish damages because multiples implicitly assume that the adjustment is permanent in nature. So it can only cover the very last of the differences, those that are truly permanent, and every other difference, a multiple would serve to overstate the damages because it would assume that a one-off damage is actually a permanent damage. And therefore, I just can warn you for the use of multiples in these kinds of situations, unless you understand that the damages are actually permanent. There's also, as Andrei has referred to, a duty to mitigate, and the duty to mitigate speaks to that there is almost no... Alexander, before we go to the duty to mitigate, I just want to emphasize one illustration in Russian for the audience, because I think it's important, because it's important differentiation between one-off and permanent... And I will give an example in terms of cash. I will give an example. I will give an example. So, colleagues, look, as a point of view, there are two types of problems, which may be different. And, because there are also many of the important situations. There are two types of problems, so that, as a part of the company, were used to be... ...that they are two types of things. So, these are two types of problems. They are one, two types of problems. They are one, two types of problems. And, of course, if we can give an example. So, if we have a big deal, one type of investment in our own business, which is the most important one, one type of financial engineering. And then, of course, the most important ones are one type of financial engineering, which is the most important thing, that if you have done a big deal, выглядела больше, чем она есть, да, и когда люди покупают, начинают приведеть отчетность в нормальное состояние, корректируют отчетность на нормальной, там может быть корректировки 20-30%, и вот когда произошла корректировка 20-30% на дату, по состоянию на дату сделки, то это основание у меня уменьшение как раз на 20-30%, потому что это вещь, когда компания не могла заработать эти деньги, а просто она взяла их из воздуха. Такие случаи есть, и их достаточно много, поэтому вот когда мы выстраиваем, наверное, вот я бы не забывал, что есть, когда мы продумываем о том, каким образом она выстраивает защиту документальную, я бы об этом попросил бы всех не забывать. Александр, did I translate correctly illustration? Thank you, Андрей. Shall I continue with mitigation? Okay. So, what you should not forget about is the seller's duty to mitigate. So, once you understand there's a breach, and if that breach is not essential for the operations of the business, nonetheless, there's an obligation to mitigate. You just cannot assume to suffer permanently from the breach if there's a possibility to actually mitigate. It's obvious with the broken machine, because that's a viable thing for the business, it needs to repair the machine, and then once the machine is repaired, and back to the normal terms of operations, the damages or loss period ends, because then the cash flow will be the same as if the machine would have been in orderly standards already from the very beginning. But that applies to almost everything else, so the buyer will always have to make an effort to bridge the difference between what was warranted and what he expected to be warranted, unless and except for those issues where the buyer is actually creating the value himself after the acquisition, like the customer relationships I was speaking about earlier. Now, if you do mitigate, obviously, you want to make sure that you don't forget about the additional costs that you incur. So either you claim those costs independently of the difference between the cash flows, but more often your cash flow, which is adjusted for the breach, will also be adjusted to include those damages or those costs of mitigating the damages. So that could be consultants coming in, that could be legal fees, that could be anything, any type of cost that directly follows from your efforts to mitigate what the breach represented and then you had to recreate yourself because it wasn't there at the time of the acquisition. And the final note, if you don't want to speak about mitigation, Andrei, I would quickly talk about bias knowledge. Yes. So a final note, in these kind of matters, bias knowledge should actually not play a role as far as I understand law. And I'm not a lawyer, as Andrei rightfully put, but if the parties agree on a warranty within the contract, then the warranty is the warranty and it doesn't matter whether or not the buyer knew. However, I see that in many tribunals, at least there's a discussion whether or not the buyer was aware of the breach existing prior to signing the agreement. And there seems to be a tendency that if the seller can at least indicate that the buyer was aware, the tribunal may not award the full damages but will kind of consider as an adjustment to the amount of damages claimed the buyer's knowledge before actually signing the contract. I don't know if that's a legally correct interpretation but it's an observation from seeing tribunals at work. Andrei? Yeah, what I see in the logic and the logic is kind of not connected with the law it's connected with the economics and the economics are that if the buyer proposes the price or confirms the price for the asset while it's aware about the problems in the asset that means that the buyer accepted the problems that are in the asset and he can be deprived protection if the asset is not good enough. I think this is the base argument and the warranties for a very long time we perceive the warranties as a tool for allocation of risk between a buyer and the seller and nowadays I think for the last 10 years we see a few cases where it's not taken as allocation of risk warranties together with disclosure letter it's taken as a tool to give comfort to the buyer outside of the buyer's knowledge I think this is the question and this is the sentiment that I'd like to share And if I may just as a conclusion from observation and practice I can't help but wonder why companies would not investigate the the compliance of the asset with the warranties immediately after the transactions I always compare it to the to the purchase of a used car if you buy a used car usually the first thing you do is you drive to a technician and have the car checked for any hidden defects you do that because there's only a limited time that you can claim those defects from the seller because later on the seller will say well that's that's been done by yourself and the same applies to M&A transactions and most times I see those type of disputes arise from auditings of later years of later financial years or issues arising out of the business but then it's 12 months 18 months after the transaction and one of the hardest things then always is establishing that the damage that this failure to comply with the warranty actually originated from the time prior to closing and was not something that already was enacted under the ownership of the new buyer of the buyer I think in law if you look at the business as a whole it takes time for the problems to crystallize and if there is some hidden problem in the accounts you won't be able to discover that until the next accounts are prepared probably by your auditor or by your chief accountant so that's kind of one issue and second is that the contracts are like they're not immediately performed immediately after closing so you have business contracts can be for six months for one year for longer and then when the problem comes in then you notify but it's from the face of the document or from the you know just seeing what's in the warehouse you probably won't be able to make conclusions whether there is a problem with the asset or not a problem коллеги у нас есть вопрос из аудитории у нас вопрос следующий вопрос который мы задаем в разных форматах в разных рабочих группах вопрос следующий что в случае у нас в случае нарушения заверений в обстоятельствах насколько возможно взыскивать упущенную выгоду упущенную выгоду как противовес реальному ущербу и какие есть компромиссные варианты соответственно вот мне кажется что у нас есть упущенная выгода немножко мы часто путаем как упущенная выгода которая может быть слишком далеко находится от предмета сделки или от самой сделки как foreseeable damages и случай нарушения заверений то есть у нас упущенная выгода наверное та которая непосредственно относится к активу ее можно возмещать то если вы надеялись перепродать актив с ценой в 10 раз больше но вам это не удалось потому что варантии была нарушена и мне кажется что это взыскать очень сложно может быть Константин Евгений прокомментируете я согласен Андрей с твоей оценкой я просто еще добавлю почему мне кажется тут сложно претендовать на упущенную выгоду потому что очень сложно доказать причинно-следственную связь а если ты не можешь доказать причинно-следственную связь то у тебя разрушается полностью вся эта цепочка поэтому мне кажется в этом еще проблема я поддерживаю коллег и считаю что здесь в основе должно лежать очень вдумчивое составление вот тех самых заверений с взаимосвязью с возможным возмещением потерь практика выработала самый простой способ это указание некой фиксированной суммы для того чтобы суды или арбитры не гадали и не выбирали между двумя противоположными позициями соответчика которые могут отличаться в разы что касается смотрю сейчас на вопрос Максима Балашова и что касается разделения на direct loss of profit indirect loss of profit мне кажется наша практика по МНД еще не настолько далеко в своем развитии если брать чисто российскую судебную практику и наверное это вопрос может быть недалекого будущего но сказать что какие-то есть прецеденты которые будут проводили четко это различие я не могу вот тут наверное еще вопрос с точки зрения масштабирования бизнеса у нас ну например купили актив оказалась в активе проблема например титульная по акциям актив в актив вложили денег вложили денег то есть актив купили за 10 вложили 30 и после этого оказалась титульная проблема актива нет соответственно сколько можно взыскивать с продавца то что то что он получил на руки 10 или то что он получил на руки 10 и то что потратил покупатель 30 понятно что у нас есть в следующем слайде покажем да есть ограничения договора по ответственности скорее всего просто так от продавца масштабирование убытков не получится но вот если бы не было лимита то какая бы позиция была Александр maybe this is kind of a question probably to you rather than to us yeah you understand the question right so the question please go ahead yeah the question is if the buyer acquired an asset for 10 million and then invested 30 million and then the problem crystallizing the asset on the basis of warranties an initial deal and the asset is lost how much the buyer will be able to claim in the absence of contractual limitations yeah I don't have an observation or opinion to that question because I think it's primarily a legal question whether or not this investment is somehow recoverable from the transaction but I understood there was also a question about the development so one element that is very tricky with this kind of analysis is there's so many influences on a business performance and very often what we see when somebody claims damages in these scenarios they fail to extract and understand what the impact of those other influences is on the value and they essentially claim the decline in value of the business and we've seen that specifically with COVID you know every business declined by 30% my business declined by 20% I'm claiming 20% because it's 20% less than I expected but you know it's not the buyers and not the sellers fault and not the fault of the breach of warranty it's actually just the business environment and you always need to be careful to adjust for those influences that are outside the warranty but have an impact on the cash flow ok thank you и константин еще один вопрос в чате это она наверное с тобой можно ли заверение предоставлять в отношении будущего по российскому праву у нас соответственно воспроизвести в российском праве в договоре в тексте договора английскую концепцию да это классический действительно вопрос который возникает и здесь на мой взгляд позиция однозначно что не может быть так называемых forward looking statements то есть заверения они даются на конкретную дату сейчас в отношении того что было до но при этом я не вижу проблемы с повторением заверения об обстоятельствах на дату закрытия потому что просто тут надо как бы интеллектуально сделать усилия и пройти эту цепочку логическую что мы не сегодня на дату подписания делаем эти заверения на будущее нет это не так мы просто должны в дату закрытия подтвердить это новый скажем так юридический факт когда продавец на дату закрытия подтверждает вот этот объем заверений которые он давал на мой взгляд вот я это так вижу ну и самое простое наверное это сделать отдельное письмо с заверениями на дату закрытия которая снимает все вопросы у нас мир как-то вот здесь разделился у нас есть группа товарищей практиков у нас здесь таких нет которые считают что можно давать заверения на будущее это нормально работает но это вещь доктринальная у нас есть пара решений судов российских которые говорят что заверения данные на будущее не являются заверениями а являются обязательствами со всеми вытекающими последствиями по интерпретации и последствиям нарушения такого обязательства ну а кроме того если я согласен с тем что говорил раньше что у нас концепция заверения в обстоятельствах это в принципе имплементировано и заимствовано из английского права и в английском праве не может быть заверения на будущее поэтому здесь как бы это не значит что российское право не может отличаться но я не вижу в этом логике да потому что заверение это не независимая гарантия это другой инструмент да хорошо давайте продвигаться у нас время что у нас с точки зрения защиты продавца есть договорная есть соответственно концептуальная knowledge duty to mitigate по договорным ничего нового мне кажется придумать не то что можно придумать много чего нового но все равно если уйдем к стандарту который вроде бы устоявшийся по суммам по срокам и по процедурам например в случае предъявления претензий третьих лиц я бы сказал вот по representations что очень важно да что у нас representations есть вот есть одна идея называется что у покупателя есть возможность отказаться от договора привести в сторону первоначальное положение это возможность есть у англичан есть и у нас и вопрос возможно ли в нашем мире в мире M&A применять такой ремень применять такой способ защиты прав как отказ от договора и возврат сторон первоначального положения большинство судей нам говорят что это очень сложно сделать потому что вы должны вернуть актив в таком же виде в котором вы его приняли то есть через полтора либо два ну то есть через год возникла проблема два года вы судились получили себе отказ от договора через три года вы пытаетесь суду объяснить что да я вот верну актив в том же виде в котором вы его получил да действительно у нас скорее всего акции могут быть в том же виде если не было допомиссий но актив он в таком же виде быть не может потому что там было развитие там были внешние факторы внутренние факторы и прочее вот такой вот иллюстрация с точки зрения отказа от договора мы сейчас сделаем пол да соответственно второй вопрос как считаются убытки в случае нарушения representation это в англичан есть у нас нет если их хочется выписывать что по случае нарушения warranties считается разница между стоимостью актива рыночной на момент сделки на момент закрытия до нарушения и стоимостью актива вследствие нарушения если у нас происходит нарушение representation то у нас считается убыток в виде стоимости оцены договора и стоимостью актива вследствие нарушения то есть цена договора здесь является бенчмарком с точки зрения отчета убытков разница может быть большая если там покупатель на каком-то дичайшем азарте покупал актив и переплатил за него да поэтому если у него была плохая сделка то есть он думает что он переплатил явно то ему по уронтизон явно получить сможет мало потому что ему будут считать исходя из исходя из по уронтизон будет считать исходя из стоимости реально рыночной стоимости и поэтому ситуация когда он переплатил скорее всего мои судебники говорят что скорее всего он пойдет по пути fraudulent без representations через деликты которые даже являются недоговорным видом ответственности пойдет по деликтам будет требовать fraudulent специально запутали дали ему неправильную информацию для принятия решения и будет себе взыскивать соответственно разницу между ценной договором и тем что у него чуть-чуть осталось у нас есть одна поднятая рука нет уже нету была была поднятая рука она внезапно пропала вот это то что касается идеи да и следующая идея это вопрос о том вообще с точки зрения МНА насколько является насколько вот не знаю насколько является рациональным просить от себя отказ от сделки во второе насколько часто удается этого добиться поэтому я сейчас Виктории попрошу сделать небольшой опросник чтобы мы могли сказать пожалуйста проголосуйте никогда не удавалось вам сделать иногда удавалось либо вы постоянно этого добиваетесь отказаться от сделки в случае нарушения от representations Андрей пока идет голосование можно я очень короткий комментарий вот когда ты упомянул fraudulence misrepresentations я думаю стоит упомянуть напомнить что вообще если есть fraud мошенничество то и это доказывается то все договорно-правовые ограничения нивелируется этим фронтом то есть можно снести полностью договор на правовую защиту спасибо спасибо я ограничу у нас порядка can I just say yes yeah yeah Alexander go ahead can I can I can I just say from my observation that whenever possible at least I see that claimant raises the argument of fraudulent misrepresentation to exactly try to achieve that he is not limited within the contract's limitations for their claim so as as a seller you are faced with a claim that includes fraudulent misrepresentation you should not be alarmed or worried because as I understand it's a more or less standard approach at least trying to establish ok результаты результаты голосования у нас иногда значит либо иногда либо никогда получаются достичь либо иногда либо никогда получается достичь себе права на разворот на сделке но по моему опыту если брать сделки среднего размера либо сделки крупного разворот на сделке прямо исключается договором. Да, аналогично. В моем опте крайне неохотно идут, хотя, ну, конечно, зависит от bargaining position, и бывает разное, поэтому никогда, я бы не сказал, но все-таки скорее как исключительно. Вот, следующий вопрос. Что нам делать в ситуации, когда у нас в Урентис является огромной проблемой? Ответ следующий, да, просить indemnities, и indemnities вроде бы хорошо просить, но получить все уровни в зоне indemnities basis не получится, уже все стали у нас умными, поэтому такая медианная позиция по indemnities, если мы знаем о проблеме, и она является как бы для нас понятной, сказали, что вот в этой части будет indemnity, и, соответственно, когда мы договорились об indemnity по конкретной проблеме, если вы видите проблему, если есть как бы известная проблема, то по ней можно требовать возмещения, и просить себе, так сказать, не применяется ни duty to mitigate, ни право, ни обязанность уменьшения убытков, и не применяется концепция знания знания покупателя. Соответственно, отличие, что у нас нет убытков, а есть обязанность уплатить сумму, которую стороны определили. Обычно говорится, что доллар на доллар, исходя из требований налоговой инспекции. Давайте пойдем дальше, у нас следующий вопрос по выбору права. Опять-таки, по практике у нас, у нас есть концепция диапшризации, какие-то сделки остались еще на офшорах, какие-то сделки в России. Давайте подумаем с точки зрения вот применимых концепций, что для нас, для практиков, как сообщества, у нас осталось 145 человек сейчас на семинаре, что удобнее с точки зрения вот как его выбрать для работы и для жизни и для, ну, куда, может быть, мы как комьюнити могли бы двигаться. Так, после 30 процентов, как это называется, Россия побеждает, Россия побеждает, но с небольшим отрывом. Да, ну, почти у нас получилось, после 60 голосований, почти 50 на 50, 43 на 50, 45 на 55 процентов, поэтому это, наверное, все-таки вопрос удобства конкретной ситуации, а не удобства фундаментального с точки зрения правовой системы. Вот, наверное, так. И, наверное, последний вопрос на сегодня, это вопросы о как судиться и где судиться. И здесь, ну, наверное, там, Евгений, проиллюстрируешь, там, про корпоративные споры немного. Спасибо, Андрей. Я напомню буквально в небольшое оставшееся время, что у нас после реформы арбитража и принятия закона об арбитраже корпоративные споры стали арбитрабельными. Можно заключать арбитражные оговорки на рассмотрение их в России российскими арбитражными институтами, администрирующими споры по российским правилам. Но здесь нужно учитывать такую вещь, что наш законодатель, когда разрешил рассмотреть такие споры в арбитраже и как бы дал выбор между государственным судом и арбитражем, предусмотрел, что нужно принять специальные правила, так называемые правила рассмотрения корпоративных споров, которые все сейчас арбитражные учреждения, действующие в России, имеющие разрешение на такую деятельность, приняли, и они у них есть. И это достаточно специфические правила, которые направлены на то, чтобы, по сути, сделать спор публичным, что несколько расходится с природой арбитража, с конфиденциальностью, закрытостью в определенной степени для того, чтобы даже если спор был и был разрешен, это не становилось поизвестным большому кругу лиц, если только потом спор не переходит на стадию исполнения в государственные суды. Так вот, по правилам разрешения корпоративных споров у арбитражного учреждения и общества, участники которого спорят, есть обязанность информировать о существовании спора неопределенный неопределенный круг лиц, а у других участников юридического лица, не участвующих в споре, есть право к нему присоединиться. И также есть определенные ограничения в части заключения мирового соглашения, отказа от иска, признания иска, в том смысле, что другие участники могут в течение 30 дней заявить свои возражения. И практика сложилась так, что пока что никаких известных нам всем случаев рассмотрения каких-то больших существенных корпоративных споров по российским правилам нет. Возможно, это связано с теми существенными ограничениями, о которых я сейчас сказал. И, в общем, я в последнее время во всех своих выступлениях ставлю вопрос так, что, наверное, пришла пора задуматься о том, нужны ли нам корпоративные правила рассмотрения корпоративных споров в том виде, в котором они сейчас существуют, или назрело пора их пересматривать. Потому что есть другая правда. Вот только что был очень интересный опрос проведен, где английское право, скажем так, незначительно проиграло российскому праву. Это означает, что практики до сих пор совершенно спокойно выбирают между российским правом и английским правом. И мы с вами знаем, что оговорки в контрактах, заключенных и 5, и 10, и 15 лет назад, например, акционерных соглашений, где применено английское право и предусмотрен арбитраж ЛСАИ в основном, они продолжат действовать еще много лет. Потому что это длящиеся отношения. И партнеры таким образом разрешают споры, переходя на новый уровень отношений и продолжают в нем существовать. Но есть проблема, которая уже обозначена российской судебной практикой. Если арбитражное учреждение, такое как ЛСАИ, не имеет разрешения на работу в России, это означает, что оно не может рассматривать корпоративные споры с российским элементом, в смысле российского законодательства. Их потом, эти решения потом невозможно исполнить в России. Есть два таких прецедента, по крайней мере, известных мне, это ответвление известного спора касательно Банка Восточной, где арбитражный суд Амурской области признал, не признал решение арбитража ЛСАИ по исполнению сделки опциона. И, по сути, рассмотрел тот же самый спор, сам по английскому праву и вынес решение по нему. И другое дело, совсем недавнее, это спор незаконченный, мы про него можем читать в газетах, опять же, я знаю о нем эспрессо, это спор господина Хабарова с господином Богатиковым, где также есть решение ЛСАИ, также по опциону и также непризнанное в России. И по тому же основанию, ЛСАИ не зарегистрирован в России. Нужно об этом помнить, в том числе практикам, которые занимаются выбором арбитражных оговорок, потому что сейчас в России достаточно много уже зарубежных институтов зарегистрировалось, это и Гонконг, это и Австрийский институт, это и ICC, и выбор есть, конечно же. В чем преимущество арбитража перед судами? Выбор арбитров. Вы можете выбрать, здесь вот Александр говорил о том, что он был в судах, где судьи специализируются на спорах МНД, так и где судьи не специализируются на спорах МНД. И это две большие разницы. В части арбитража вы можете заранее оговориться, кто будет рассматривать ваш спор, какие требования к квалификации. Это могут быть судьи в отставке высших судов Великобритании, или штата Делавер, или английские QC, или российские профессора, специализирующиеся на корпоративном праве. Это большая-большая существенная выгода арбитража для сторон. Точно так же, как и определить процедуру, раскрывать ли доказательства, какие-то вопросы, может быть, решать с помощью экспертных заключений в ускоренном порядке и так далее. В чем преимущество судов? Суды могут быстро принять обеспечительные меры, чего не может сделать арбитраж. Даже если примет, сейчас есть так называемые emergency proceedings во многих центрах, их все равно нужно будет идти и исполнять применительно через арбитражный суд. А на практике, мы знаем, так часто бывает, стороны начинают переговоры, чтобы заключить сделку МНД, и потом одна сторона узнает, что другая ведет переговоры с другой компанией, конкурентом. И это нужно быстро остановить. По-хорошему, это может остановить только суд. И если брать, например, американскую доктрину и статьи американских практиков, они вообще очень цинично сравнивают арбитражи и государственные суды и отдают предпочтение, ну, так что греха таить, больше, конечно, государственным судам в части вот реагирования на такие вопросы. Это, правда, не касается акционерных соглашений. Акционерные соглашения длящиеся отношения, требующие конфиденциальности. Здесь арбитраж однозначно подходит лучше. Но нужно помнить, что в англо-саксонской правовой системе допрашиваются свидетели, заслушиваются эксперты, допрашиваются, и есть раскрытие доказательств. На континенте у нас, в Германии, во Франции этого нет. Поэтому споры МНД в судах рассматривать достаточно сложно, потому что в них очень существенный элемент, существенную роль часто играет именно допрос свидетелей или допрос эксперта, или то же самое раскрытие доказательств по сделке, которым у вас может не быть доступа. Поэтому сложно сравнивать, например, российские суды с арбитражем, где у тебя все эти средства доступны. Ну, наверное, вот то, на что хотелось обратить внимание вкратце. Давайте поставим голосование по судам, что нам хочется, с точки зрения, где хочется судиться. Поставьте, пожалуйста, Вик. Может быть, пока идет голосование, я коротко, если можно, в продолжение то, что Евгений совершенно справедливо упомянул решение по приведению в исполнение решения ЛСАЭ по спору в отношении деловых линий 21 октября, это питерский арбитражный суд. Просто чтобы для нашей аудитории это как бы еще раз подчеркнуть, что это был опцион на акции кипрской компании, коллеги. И российский суд сказал, что по сути это является российским корпоративным спором. Несмотря на то, что кипрские, несмотря на то, что кипрские подтащили. Абсолютно. Потому что там они сказали, что это как бы юридико-техническая конструкция, направленная вот в создать искусственный иностранный элемент, когда по сути это являются российские корпоративные отношения. И, конечно, это пока это решение суда первой инстанцией, и неизвестно, устоит или нет, но надо следить просто за этим трендом, потому что если доктринально восторжествует вот такой подход, то это может иметь существенные очень последствия. Тем более, что LCA пока говорит о том, что они не собираются аккредитовываться в Минюсте. Ну, они за свою собственную самобытность, наверное, все-таки голосуют. Мы, типа, не будем подстраиваться. Но пока у нас, если посмотреть по голосованию, у нас выигрывает ICC Paris, ICC, Сингапур и МКАС. Ну и, наверное, вот с точки зрения того, что мы обсуждаем, ну вот Гонконг может быть популярной, часто мы видим как инструмент. Ну, как-то, может, там политика уже начинает быть связана с их, там, то, что у них происходит с точки зрения политики. Да, ну, соответственно, получается, что ICC Париж, Сингапур, МКАС. Ну, вот, наверное, три явных лидера. Дальше у нас идет РАЦ, Вена, Гонконг. Ну, в принципе, это то же самое, что вот я бы, я сам бы рассматривал, когда выбирал бы форум для споров. Отлично. Коллеги, всем спасибо. Прежде всего, всем спасибо комитету, который сделал нам такую хорошую там повестку, идею. Спасибо всем панелистам, потому что это было непростое упражнение, потому что подготовить обзор споров или там идею по судебным спорам и сделок МНА не судебниками, это была, конечно, такая небольшая авантюра, я надеюсь, она получилась и нам всем понравилось. Мне лично это очень понравилось. Спасибо, Константин, спасибо, Александр, спасибо, Евгений. У нас прошла отличная панель и всем хорошего продолжения дня, хорошей пятницы и хороших выходных. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, Андрей, спасибо, коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо, всем. Спасибо, Андрей. Пока-пока. Спасибо, Алексей. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok